Всем привет! Продолжаем смотреть на интересные картины известных художников Федерико Барочи. Я пользуюсь переводной википедией, поэтому, может быть, какие-то будут нюансы в переводе, но все же. Федерико Барочи, настоящее имя Федерико Фиори и никнейм, если так можно сказать, второй Федерико. Родился в Урбино, герцогство Урбино. Первые уроки получил у своего отца Амброджо Барочи, который был скульптором. Затем был учеником художника Франко Батисты, который тоже жил в этом городе Урбино. Спровождал своего дяди Бартоломео Генго в Пизаро некоторое время. А затем в 1548 году уже вместе с ним уехал в Рим, где работал в выдающейся студии художников-манеристов Тадео и Федерико Цукари. Провел 4 года в Риме, вернулся в свой родной город, где его первым произведением искусства была Святая Маргарита, исполненная для братства Святого Причастия. Через некоторое время был приглашен обратно в Рим Папой Пием IV, чтобы помочь в украшении Ватиканского дворца Бельведер в Риме, где он писал Деву Марию и Младенца с несколькими святыми и потолком фреской, представляющей Благовещение. Во время второго пребывания, завершая оформление Ватикана, Барочи заболел каким-то кишечным заболеваниями и подозревал, что его отравили завистливые соперники. Опасаясь, что его болезнь будет смертельной, он покинул Рим. 4 года спустя он выздоровел, испытав частичную ремиссию, как написано в Википедии, вот такой перевод, после молитвы у Девы Марией. С тех пор Барочи жаловался на слабое здоровье, хотя оставался достаточно продуктивным еще почти 4 десятилетия. Современненький описывал его как ипохондрика, угрюмого человека, хотя его картины блестящие и живые. Он продолжал получать крупные заказы на алтарные изделия и уже больше никогда не возвращался в Рим. Об этом говорит одна версия. По другой версии он все-таки побывал в Риме во время папства Григория XIII, написал две замечательные картины, изображающие посещение Девы Марией и Елизаветы. В 1566 году он присоединился к мирскому ордену капуцинов, ответвлению францисканцев. Возможно, на него оказал влияние святой Филипп Нерри, чьи ораторы стремились соединить духовную сферу с жизнью обычных людей. Нерри заказал две уже законченные работы у Барочи и говорят, что пришел в экстаз от картины, где изображены Девы Марией и Елизаветы, которые приветствуют друг друга. Биограф художника Джованни Белори, ну это почти как Джорджа Вазари, считал Барочи одним из лучших художников своего времени. Эмоциональная живопись Барочи не осталась незамеченной Питером Паулем Рубенсом, когда он был в Италии. И вот мучениство святого Ливинуса Рубенса, по-видимому, многим обязано Барочи. От Пути с указательным пальмовым листом до присутствия собак в правом нижнем углу. Умер Федерико Барочи, по всей видимости, в 1612 году. Оставил достаточно серьезный след в живописи. Ну вот, примерно все, что мне удалось найти в интернете, в переведенной Википедии, о Федерико Барочи, знаменитом итальянском художнике. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»